Медицинское образование превратилось в бизнес. Люди, имеющие возможность, открыли институты и университеты. Но качество обучения не соответствует даже национальным требованиям, не говоря уже о международных. Чтобы отвечать международным требованиям, каждый медицинский вуз должен иметь определенную базу, где студенты-медики смогут отрабатывать практические навыки на деле. К примеру, как в вот этом симуляционном центре, где можно научиться не только, как оказывать первую медицинскую помощь, но и проводить сложнейшие операции. Именно материальная, техническая и научная база в наших медвузах и не отвечает всем необходимым медицинским нормам. Всего в стране, по данным Минздрава, 23 медицинских учебных заведения, из которых 4 государственных, остальные частные. После начата антикоррупционным деловым советом проверки медвузов и факультетов выяснилось, что база госвузов так или иначе отвечает международным требованиям, а вот частные далеко не все могут похвастаться качественным образованием. Из 19 частных вузов международную аккредитацию пока что получили только 8, одна из которых – Международная высшая школа медицины, в основном нацелена на иностранных студентов. Сейчас здесь учатся свыше 4000 будущих врачей. Обучающиеся студенты представляют около 14 стран и полученный диплом котируется и даже имеет высокий статус, к примеру, в Индии, Пакистане, Корее, Японии. Мы готовились к международным аккредитациям. Мы, ну я с гордостью могу сказать, первые открыли университетскую многопрофильную клинику, где мы постарались привлечь такие методы диагностики и лечения инновационные, которые мало, наверное, применимы в силу затратности в других лечебных учреждениях. Скудная материальная база и большие контракты за обучение и послужили поводом для проверки антикоррупционным деловым советом всех медвузов и факультетов страны. Работа по проверке соответствия Минздравом будет завершена до 15 марта, после чего с учетом рекомендаций антикоррупционного делового совета будет вынесено решение, осметила генсек совета Нурепа Муканова. Восемь вузов имеют международную аккредитацию. Это означает, что они соответствуют международным стандартам. И эти вузы имеют право обучать иностранных студентов. Вот так, давайте будем ставить. Остальные 11 вузов, они имеют право обучать иностранных студентов. Они имеют право обучать граждан нашей страны. Но им будет выдаваться диплом нашего национального образца, который вам необходимо уже после окончания подтвердить в своей собственной стране. Министерство образования не может выдавать лицензии медицинским факультетам без разрешения Минздрава. Минздрав, в свою очередь, должен проверять клиническую базу, больницу, где студенты могут на практике отрабатывать полученные навыки. Только тогда медвузы или факультеты смогут получить лицензии. Если будет нарушение, будем им давать учебное заведение предупреждение. Второй раз будет нарушение, они будут штраф платить. И если на третий раз будет нарушение, будем временно приостанавливать их деятельность, пока они не выполнят свои лицензионные требования. Сегодня во время круглого стола антикоррупционный деловой совет подвел итоги своей работы относительно проверки качества медобучения. По итогам принята резолюция. Рассмотреть возможности создания международного кластера медицинского образования, направленный на развитие медобразования, оказание помощи системе здравоохранения и экспорт образовательных и медицинских услуг в Кыргызстане, и создание представительства Всемирной Федерации медицинского образования. Надежда Усова, Берджан Туктусунов, Аллату-24.